В Байкалье в очереди на жилье стоят свыше 9 тысяч детей-сирот. В этом году из федерального и краевого бюджетов на приобретение жилплощади выделено 50 миллионов рублей. Очередь начала двигаться. Только за 6 месяцев текущего года заветные квадратные метры получили около 100 детей-сирот. Однако обозначилась другая проблема. Выделенные квартиры выпускникам детских домов зачастую непригодны для проживания. О доме разбитых надежд Анжелика Понебрашина. Анатолий и Галина оба выросли в детском доме. Может быть это и свело их вместе. Да еще надежда, что сообща житейские трудности преодолевать будет гораздо легче. Поженились, родились дети. Молодого отца призвали служить в армию. А тут и радостная весть пришла, как сироте ему выделили жилье. Чтобы получить долгожданные метры, Анатолий на имя жены выписал генеральную доверенность. По словам молодой супруги, проверить толком квартиру с маленькими детьми на руках она тогда не успела. Рассказывает, во время осмотра глава администрации сельского поселения Засопкинская ее торопил. Приговаривал, не возьмете сейчас, останетесь без жилья. В итоге дом молодая жена взяла, но сразу заезжать в него не рискнула. И стала ждать, когда вернется из армии Анатолий. А еще проводка старая, полы гнилые, на стенах большие трещины. Но в этих условиях Жмакины живут здесь уже три года. Пытались найти поддержку, обратились в местную администрацию с просьбой помочь им с ремонтом или дать другое жилье. Но получили отказ. Письменный отказ, пусть они покажут хоть один письменный отказ. Покажите, пожалуйста. Да, да, да. В течение года квартира-то пустая стояла. Мне никто не жил. А вы представляете, как заехать сюда? На то время была нормальная квартира. Не надо говорить, что нормально. Она обменялась. У меня больше нечего посетить этим людям. Все, спасибо. До свидания. Дети у Жмакинах уже подросли. Младший Виталине четыре годика. Условия, в которых они вынуждены находиться, явно не подходящие для маленьких детей. У старшей Алены уже начались проблемы со здоровьем. В очередной приезд в семью съемочная бригада пригласила уполномоченного по правам человека в Забайкальском крае Николая Каргина. В данном случае, который жилье мы смотрели, практически оно непригодно для жилья. И я думаю, что мы попросим администрацию муниципального района Читинский район, службу судебных приставов, с тем, чтобы они более внимательно отнеслись к этой семье и чтобы они эту проблему рассмотрели. И вот ребята, у которых уже двое маленьких детей, чтобы они получили жилье, которое бы соответствовало требованиям сегодняшнего дня. Приезд уполномоченного по правам человека совпал с днем рождения маленькой Виталины. И если от высокого гостя девочка получила поздравление, то ее родители – надежду, что программа по предоставлению жилья сиротам повернется и к ним с человеческим лицом. Анжелика Понебрашина, Дмитрий Денисов, Максим Лобачев. Вести. Чита.